Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал! Я очень рада вас видеть! Сегодня я буду вязать большой удобный шарф на осень и я сегодня тестирую новую пряжу, которая специально раскрашена для вязания различных узоров. Можно связать один из этих узоров, показанных на упаковке, или же придумать свой. На мой шарф у меня ушло два таких клубка, в каждом 100 грамм на 220 метров. Состоит это пряжа на 50% из шерсти, 28% из хлопка и 22% полиамида. Крючок я использовала 5 мм, на упаковке было написано от 5,5 до 6,5, но мне захотелось связать это более плотнее. Я протестировала перед тем, как снимать видео и мне показался крючок пятерка более уместным. Вот, начинаю разматывать клубок изнутри, это, как вы знаете, такая моя фишка для того, чтобы клубок не разматывался, как бы неконтролируемо, никуда не укатывался. Все начинается с воздушных петель, конечно же. Вот, что у нас есть розовый цвет. Потом идет белый, серый, лиловый. После лилового серый, потом белый, потом приходим к розовому. Вот я сейчас провяжу полоску из всех этих цветов, пока не дойду опять до розового. Вот я прошла все цвета. И как раз получилась нормальная ширина для обычного прямоугольного шарфа. Я теперь разворачиваюсь и второй ряд я буду вязать столбиками без накида, но пропуская по одной петле предыдущего ряда. Две петли я сделала, чтобы подняться. И теперь я без накида как бы иду уже в четвертую, вторую белую. Делаю столбик без накида, затем одну дополнительную воздушную петлю, а в нижнем ряду я одну пропускаю. Опять делаю воздушную, одну пропускаю в нижнем ряду. И так я буду вязать весь ряд. Вот у меня розового цвета хватило ровно на три таких вот столбика без накида и между ними по одной воздушной петле. Все, теперь сразу цвет поменялся. Вот получилось так, что в каждом новом ряду у меня получилось как бы смещение. Я новым цветом заходила чуть-чуть на старый. У меня снова сейчас я в шаге от того, чтобы поменялся цвет. И поэтому я сейчас не буду дошивать эту ширину до конца. Я развернусь, чтобы у меня опять ряд начался с розового. И чтобы у меня осталось такое диагональное смещение, чтобы было больше немножко динамики в этом рисунке. Итак, я набираю высоту, разворачиваюсь и теперь я вяжу опять же столбики без накида, но теперь уже каждый раз вот в эти отверстия, которые образовались от того, что мы по одной петле пропускали. Вот свет сменился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я уже провязала несколько рядов и теперь уже можно рассмотреть повнимательнее узор. У нас образуются диагональные линии шириной примерно в три столбика, которые как бы друг с друг с другом пересекаются и сливаются. Дальше, когда я продолжу вязание, у меня вот эти фиолетовые линии опять начнут сходиться в средину, и потом опять расходиться. То есть получаются не то ромбы, не то квадраты, и все между собой получаются переплетенные. Я сейчас довезу до конца первый клубок и покажу вам результат. Вот первый клубок у меня закончился. И вот у нас какой образовался узор. Вот теперь, когда будем присоединять новый клубок, нам нужно следить за тем, чтобы у нас не сбился цвет и не сбился порядок цвета. Вот сейчас у меня на старом клубке крайний розовый цвет, нет, крайний белый цвет. И мне нужен тот край нового клубка, который идентичный по цвету, где порядок цветов такой же. И что я сейчас делаю? Я просто свяжу их в нужном месте между собой. То есть вот на старом пусть у меня розовый закончился, и начнется белый уже с белого нового, а белый цвет старого я тогда, получается, обрежу. Ну, не обрежу, я его, конечно же, проштопаю. Ну, не обрежу. Ну, не обрежу. Вот на чем закончился мой второй клубок. Делаю узелок, и конец я не обрезаю, я его позже проштопаю штопательной иглой, то есть спрячу этот отрезок между петлями вязания. Вначале у нас остался вот этот самый хвостик, который мы пожертвовали ради узора. Теперь надо что-то с ним делать. Мы его будем распускать. Вот, если можем, узелок распутать, распутываем, если нет, то аккуратно разрезаем. Вот, я этот хвостик просто расплела. И теперь, так же, как в конце, сделаю хороший узелок. И вот эту нитку я проштопаю. Ну, такую длинную не буду оставлять, я, конечно же, ее укорочу. Ну, что ж, я довольна своим новым шарфом. Я надеюсь, что вам так же пригодится этот урок. Жду ваших комментариев. И ставьте лайк, если видео вам понравилось. Поддержите меня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok